ЛЖЕ ПРОРОКИ Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Выражение «волк в овечьей шкуре» стало поговоркой. Слово «волк» в Ветхом Завете употребляется с эпитетом «хищный». Волк является символом жестокости и необузданности. Он нападает на людей, похищает добычу, не оставляет до утра ни одной кости. Овца, напротив, символ кротости. Результатом пришествия Мессии, согласно пророку Исаии, станет совмещение несовместимого. Волк будет жить вместе с ягненком. Волк и ягненок будут пастись вместе. В Нагорной проповеди образы волка и овцы также используются как контрастные. Однако здесь не овца противопоставляется волку, а овечьей обличье — волчьей сущности. В этом лжепророки подобны фарисеям, о которых Иисус говорит, что они очищают внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Образ дерева, который срубают и бросают в огонь, является буквальным заимствованием из проповеди Иоанна Крестителя, говорившего тем, кто приходил к нему. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Иисус начал свою проповедь с дословного повторения слов, которые были лейтмотивом проповеди предтечи. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Нагорная проповедь в том виде, в котором она зафиксирована Матфеем, является первым публичным выступлением Иисуса. Несмотря на ее в целом абсолютно самобытный характер, в ее завершающем разделе мы вновь слышим голос предтечи. Правда, у предтечи изречение о ветвях, срубаемых и бросаемых в огонь, имело иной подтекст. Оно указывало на людей, не приносящих плод покаяния. Иисус же использует похожий образ для указаний на лжепророков. Параллель к рассматриваемому тексту мы находим в Евангелии от Луки, где он предстает перед нами в более сжатой и обобщенной форме. «Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смокв с терновника и не снимают винограда с кустарника. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю». Здесь нет никаких ссылок ни на лжепророков, ни на страшный суд. На основании этого сторонники гипотезы, согласно которой Матфей и Лука работали с единым общим первоисточником, гипотеза Q, утверждают, что текст Луки, как более краткий, является более аутентичным, а Матфей дополнил и развил этот текст в интересах своей общины. Как и в других случаях, мы не видим оснований для такой трактовки труда Матфея и считаем, что Иисус вполне мог в разных аудиториях говорить сходные вещи, где-то длиннее, где-то короче, при этом по-разному расставляя акценты. Образ доброго и худого дерева даже в Евангелии от Матфея встречается в речи Иисуса дважды. Отвечая на упрек Иудеев в том, что он изгоняет бесов не иначе, как силою Вильзевула, князя Бесовского, Иисус говорит, «Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим, или признайте дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Порождение ехеднины, как вы можете говорить добрые, будучи злы, ибо от избытка сердца говорят уста». Здесь образ дерева употреблен в совершенно ином контексте, чем в Нагорной проповеди. Под добрым деревом, приносящим добрые плоды, здесь понимается деятельность Иисуса, которая противопоставляется худым плодам деятельности фарисеев. Напомним, что выражение «порождение ехеднины» первым употребил в отношении фарисеев Иоанн Предтеча. Мы вновь видим, как прочно его фразеология вошла в речь Иисуса. Повторение формулы «по плодам их узнаете их» призвано подчеркнуть, что именно плоды, то есть результаты деятельности того или иного лжепророка, должны стать главным признаком, по которому его можно будет отличить от истинного пророка. Отметим, что у Матфея, в отличие от Луки, для обозначения худого дерева и плода используются различные термины «гнилой», «испорченный», «непригодный» для дерева, «злой», «лукавый» для плода. При этом первый термин использовался для характеристики предметов и продуктов, а второй — «людей». У Луки в обоих случаях мы находим термин «гнилой». Для обозначения «доброго дерева» и «плода» Матфей также использует два разных термина «хороший» и «благой», соответственно. Лука в обоих случаях использует термин «хороший». Таким образом, у Луки дерево «хорошее» не приносит плод «гнилой», а «гнилое дерево» — плод «хороший». У Матфея «благое дерево» приносит плод «хороший», а «гнилое дерево» — плод «злой». Употребляя для перевода слов Иисуса термины, имеющие в греческом языке ярко выраженный этический характер, Матфей подчеркивает условность сравнения. В то же время, тем самым он усиливает контрастность образов. Вспомним, что термин «благой» в речи Иисуса применяется к Богу. Никто не «благ», как только один Бог. А термин «злой» — к дьяволу. Мы уже говорили, что «лукавый» идентичен сатане и дьяволу. Прямых ветхозаветных параллелей к рассматриваемому сегменту на горной проповеди мы не находим. Однако некоторые образы могли быть навеяны Ветхим Заветом, например, сравнением праведника с деревом, приносящим плод в Первом Псалме, где это сравнение соседствует с темой двух путей. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа, воле его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, который приносит плод свой во время свое, и лист, которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных, ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. В поиске возможных источников для заключительных разделов Нагорной проповеди мы натолкнулись на следующий текст из книги пророка Иеремии, который, как нам кажется, нельзя обойти вниманием. «Стань во вратах Дома Господня и провозгласи там слово сие и скажи, слушайте слово Господне все иудеи, входящие сими вратами на поклонение Господу». Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. «Исправьте пути ваши и деяния ваши, и я оставлю вас жить на семь месте. Не надейтесь на обманчивые слова «здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень». Но если совсем исправите пути ваши и деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником его, не будете притеснять иноземца, сироты и вдовы и проливать невинной крови на месте сем, и не пойдете во след иных богов на беду себе, то я оставлю вас жить на месте сем, на этой земле, которую дал Отцам вашим в роды родов». Общими между этим текстом и заключительными разделами Нагорной проповеди являются, во-первых, образы врат и путей. Во-вторых, пророк говорит о ложной надежде, выражаемой в троекратном повторении слов «здесь храм Господень», что напоминает нам о двукратном «Господе Господе», при помощи которого идея ложной надежды на спасение выражена в Нагорной проповеди. В-третьих, сам пафос речи пророка созвучен общему тону Нагорной проповеди, которая тоже является призывом к исправлению и покаянию и тоже содержит конкретные указания на то, в чем это исправление должно выражаться. Кто такие лжепророки, о которых говорит Иисус? Сторонники гипотезы, согласно которой евангелист, известный под именем Матфей и работавший в конце I или даже начале II века, редактировала речь Иисуса, приспосабливая ее к нуждам своей общины, предлагают большой выбор вариантов. От иудеев, проникших в христианскую общину извне, до еретиков-гностиков. Однако мы в своем исследовании исходим из того, что евангелист донес до нас слова Иисуса в том виде, в каком они были произнесены. При таком подходе термин «лжепророки» имеет обобщенный смысл. Он указывает на всех, кто извращает учения Иисуса. Деятельность этих лжепророков характеризуется тем, что они от имени Иисуса пророчествуют, изгоняют бесов и творят чудеса. При этом Иисус категорически отмежевывается от них, как от делателей беззакония. Слова Иисуса о делателях беззакония, изгоняющих бесов и творящих чудеса Его именем, на первый взгляд противоречат тому, что мы читаем в эпизоде, приведенном в Евангелии от Марка. В этом эпизоде Иоанн, сын Зеведеев, говорит Иисусу. «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами». И Иисус отвечает. «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня, ибо кто не против вас, тот за вас». Как примирить два кажущихся взаимоисключающими высказывания? Думается, ключ к разгадке содержится в значении терминов «лжепророки» и «многие», как они употреблены в Нагорной проповеди, а также в общем контексте обоих высказываний. В рассказе из Евангелия от Марка речь идет о единичном случае, из которого делается общий вывод. Некто не является членом общины учеников Иисуса и тем не менее творит чудеса Его именем. В Нагорной проповеди говорится о многих, которые в тот день, то есть на страшном суде, будут ссылаться на совершенные Его именем чудеса. О посмертной участи чудотворца из Евангелия от Марка мы ничего не знаем. Иисус лишь говорит ученикам, чтобы они не запрещали Ему, но конечный результат деятельности этого чудотворца нам неизвестен. Примкнет ли Он к общине учеников Иисуса или останется вне Ее? Опознает ли Его Иисус как своего ученика на страшном суде или отвергнет как лжепророка? Только в эсхатологической перспективе на страшном суде произойдет окончательное разделение на овец и козлов и откроется, кто был пророком, а кто лжепророком. Эту тему Иисус неоднократно затрагивал в Своих поучениях. Лука приводит беседу Иисуса с иудеями в синагоге. Текст беседы достаточно близок к рассматриваемому отрывку Нагорной проповеди, однако акценты расставлены иначе. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить, «Господи, Господи, отвори нам!» Но он скажет вам в ответ, «Не знаю вас, откуда вы!» Тогда станете говорить, «Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты!» Но он скажет, «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы! Отойдите от меня все делатели неправды!» Здесь делатели неправды не ссылаются ни на пророчества, ни на изгнание бесов, ни на совершенные ими многие чудеса. Они лишь говорят о том, что были современниками Иисуса и слышали Его Слово. На страшном суде он отрекается от них по той причине, что они были не исполнителями Слова, а только Его слушателями. Двери Царствия Божия окажутся затворенными от злых делателей. Кто такие, делающие беззаконие у Матфея или делатели неправды у Луки? Термин «неправда» по значению близок к термину «беззаконие», происходящему от слова «закон» и указывающему прежде всего на несоблюдение закона Моисеева. В псалмах беззаконники противопоставляются праведникам. Первые истребятся, вторые будут спасены. В Нагорной проповеди термин «беззаконие» указывает на сознательное уклонение от закона Божия, как он изложен в проповеди Иисуса. Можно проследить семантическую связь между этим термином и словами Иисуса о том, что Он пришел не разрушить, но исполнить закон Моисеев. При этом весь ветхозаветный закон, согласно Иисусу, вмещается в заповедь о любви к Богу и ближнему. Говоря о последних временах, Иисус свяжет умножение беззакония с охлаждением любви. Мы видим, что если начальная часть Нагорной проповеди была посвящена толкованию отдельных аспектов закона и изложению того нового закона, по которому должны жить ученики Иисуса, то в завершающей части проповеди Он говорит о том, что ожидает тех, кто не захочет последовать с Его учению. Слова «Отойдите от меня, делающие беззаконие» являются цитатой из Псалтири. «Удалитесь от меня все, делающие беззаконие». Выражение «делающие беззаконие» не вполне синонимично термину лжепророки, хотя и употреблено в Нагорной проповеди по отношению к последним. «Делающие беззаконие» — это все, кто приближаются к Богу устами своими и чтут Его языком, сердце же их далеко отстоит от Него. Они говорят Иисусу «Господи, Господи», но не исполняют волю Отца Его. Ко всем таковым относятся предупреждения из заключительных разделов Нагорной проповеди. Что же касается термина лжепророки, то он в устах Иисуса и в словопотреблении Ранней Церкви имел вполне конкретный смысл. В Евангелиях этот термин встречается всего четыре раза, из них три у Матфея. В поучении о последних временах, предшествующих у Матфея рассказу о страстях Христовых, Иисус говорит о многих лжепророках, которые будут выдавать себя за Него. Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. Тогда, если кто скажет вам «Вот здесь Христос или там», не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. В этом поучении Иисус говорит о времени, когда его уже не будет на земле. Настойчивое повторение слова «многие» не может не напомнить нам о широком пути, по которому пройдут многие, и о других случаях, когда этот термин указывает на тех, кто окажется вне Царства Небесного. Очевидно, что и в Нагорной проповеди поучения о многих, кто на земле творили чудеса именем Иисуса, а на Страшном суде будут отвергнуты, распространятся на все времена вплоть до Его Второго пришествия. Термин «лжепророки» здесь соседствует с термином «лжехристы», употребленным в этом поучении и более не встречающимся на страницах Нового Завета. Однако в посланиях Иоанна мы многократно встречаем сходный по смыслу термин «антихристы» как во множественном, так и в единственном числе. Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Апостол настаивает на необходимости развлечения духов, предостерегая от лжепророков. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и Духа заблуждения. Узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и теперь есть уже в мире. Главным критерием, по которому подлинного пророка можно отличить от лжепророка, является, согласно Иоанну, признание или непризнание Иисуса Христом, пришедшим во плоти. Это соответствует тому, что Иоанн, сын Зеведеев, услышал от Иисуса в ответ на вопрос о человеке, совершавшем чудеса именем Иисуса, но не ходившему вместе с его учениками. «Никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня». Однако в Нагорной проповеди Иисус говорит о том, что одного лишь признания Его Господом еще недостаточно для спасения. Необходимо воплощать в жизнь Его учения, исполнять волю Отца Его. Можно, оказывается, признавать Иисуса Господом и даже творить чудеса, но при этом идти против воли Божией и в итоге оказаться на страшном суде не по правую, а по левую руку от судей. Проблема лжепророков была очень существенной для ранней Церкви. Предостережениями против лжепророков и ложных чудес наполнена вся раннехристианская литература. Апостол Павел говорит о беззаконнике, который придет в последнее время. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякую силою и знаменями, и чудесами ложными». Таким образом, чудеса и знамения могут быть не только истинными, но и ложными. Сама по себе способность человека творить великие чудеса еще не делает его наследником Царства Небесного, подчеркивает Исаак Сирин. «Многие совершали чудеса, воскрешали мертвых, трудились в обращении заблудших и творили великие знамения. Руками их многие были переведены к Богопознанию. И после всего этого сами они, оживотворявшие других, впали в мерзкие и гнусные страсти, умертвили самих себя и для многих сделали соблазном, потому что они были еще в душевном недуге и не заботились о здравии душ своих, но опустились в море мира сего исцелять души других, будучи еще сами немощными, и утратили для душ своих надежду на Бога». Здесь, как и в Нагорной проповеди, акцент делается на внутреннем самосовершенствовании человека. Внешние эффекты, включая чудеса и знамения, не могут заменить собой внутреннюю работу, которой от человека требует Иисус. Именно эта работа составляет суть христианской жизни. Именно она является тем узким путем, который способен привести человека к цели – Царству Небесному. Предостережения Иисуса против лжепророков сохраняют актуальность во все времена. Даже в наш век рационализма и нигилизма люди не только не утратили способность верить в чудеса, напротив, эта способность в них лишь обострилась по сравнению с древними временами. Неверие в современном мире соседствует со всевозможными суевериями. В средствах массовой информации существенное место занимает реклама различного рода целителей, колдунов и экстрасенсов, обещающих излечить болезни, снять порчу или сглаз, решить семейные проблемы, например, вернуть ушедшего мужа к жене. Некоторые из этих целителей действительно обладают различными паранормальными способностями, совершают чудеса и знамени ложные. При этом они нередко используют религиозную символику, иконы, свечи, заклинания с упоминанием имени Божия. Церковь, обладающая способностью развлечения духов, всегда предупреждала против опасности такого рода практики, напоминая, что иногда сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды. Новый Завет рисует картину борьбы между добром и злом, Богом и дьяволом. При этом мы встречаем на страницах новозаветных писаний многочисленные предупреждения против лжепророков и других волков в овечьей шкуре, людей, которые творят зло, прикрываясь личиной добра, совершая чудеса именем Бога, будучи служителями сатаны. Битва между добром и злом закончится победой добра, когда дьявол будет ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк и будут мучиться день и ночь во веки веков.